Танцы на колясках Если говорить просто о танцах как о реабилитации, то 20 лет тому назад. Если говорить о участии в турнирах, немножко меньше. У нас стартовала Илона Слуговина на первом чемпионате мира заняв золотую медаль. 16 или 17 лет тому назад в Японии она заняла первое место. Это совершенно удивительным действом. Император жал руки, все вдохновились. И, наверное, пожалуй, оттуда мы и начали заниматься этим видом более серьезно, как спортом. Вот еще одно подтверждение тому, что все начинается с реабилитации и приходит в большой спорт, к большим достижениям. Расскажите, пожалуйста, какие программы, в каких составах выступают наши паралимпийцы? Существуют такие программы, как обычный спорт, это стандарт латино в составе комби и дуэтов. Комби – это когда один танцор стоит, второй сидит. Дуэт – это когда оба на коляске. Совсем недавно ввели две программы новые. Это сольники, которые танцуют тоже по пять танцев. Соревнования достаточно сложные. Все, кто танцует, они танцуют полторы минуты в составе большого количества танцоров. И судьи выбирают лучших в несколько этапов, так, чтобы потом определить победителя. То есть атлетический спорт достаточно напряженный. Но соло ввели недавно. Оно состоит из нескольких танцев европейской программы. Там вальс, танго и трех танцев в латиноамериканской – самбо, румбо, джаев. Ну вот мы на видео видели, как наши ребята, представляя страну, как раз в сольной программе выполняли все эти программы, да? Да, да. Вот. Самое последнее ввели в программу – это фристайл. Это когда можно использовать любой стиль. И программа длится там две минуты для сольников, для комби. Для сольников там полторы минуты, для комби – две минуты. И там можно использовать любые стили, любой образ. Тоже очень интересная программа, сложная. А скажите, вот всегда задаю вопросом одежда. Предоставляют вам спонсоры или вы сами покупаете за спонсорские деньги, или сами шьете? Как это все происходит? Все происходит по-разному. Конечно, инваспорт нас обеспечивает частью костюмов. Вот. Но для того, чтобы выглядеть достойно на соревнованиях, а мы смотрим команды в Европе и сейчас в Азии, меняют костюмы чуть ли не на каждую программу, новый костюм. И на новые турниры опять новые. Угнаться очень трудно. И расскажите, пожалуйста, о наших знаменитых танцорах, о комби и сольных программах. У нас самая такая результативная танцовщица – это Илона Слуговина. Она трижды была чемпионкой мира в стандарте, один раз была в латине и в дуэте тоже неоднократно. То есть она в общей сложности семь раз чемпионка мира. Это семь лет. А по количеству программ еще можно добавить. Вот. В этом году, ну, естественно, ее партнеры – это Алексей Рагулин первый партнер, Александр Иванов, Аненков Михаил, сейчас до настоящего времени танцующий Валерий Бевзюк. Вот. И соло она тоже выступает. Поэтому, ну, такая у нас личность очень знаменитая. Очень знаменитая. Я тоже наблюдаю за ней. Очень приятно смотреть, как она танцует. В данный момент, вот на последнем чемпионате, вот в этом году, 17-го года, чемпионате мира, ну, у нас самая результативная – это Елена Чинко. Ну, да. Да. Она взяла, она взяла по четырем программам, взяла золото. Абсолютный чемпион. Да. Вот. Настолько… За ней бегают комиссия допинг-контроля. По каждой… По каждой… Она писала это в своих постах. Вот. Бегают. Но ничего обнаружено не могут. Это все адреналин. После этого, конечно, вы знаете, после выкладки, как чувствует себя спортсмен. Мы прекрасно знаем, что выкладывается на полную, потом тяжело. Но, когда она выступает, она всегда в блестящей форме. И расскажите, пожалуйста, про то, как Иван Сивак стал спортсменом-паралимпийцем месяца. Да. Ну, Иван Сивак – тоже личность абсолютно неординарная. Много лет со своей партнершей в дуэте он по двум программам или по одной был чемпионом мира. Он тоже неоднократный чемпион мира. Сам он живет в Ровно, но тренируется на сборах у нас и постоянно консультируется в Киеве. Он танцевал со своей женой, Надеждой, много-много лет. Неожиданно, буквально, готовясь к турниру, наводя красоту, вот так получилось, что она ушла. Ее нет сейчас с нами. Но этот человек, он настолько сильный, его в Европе очень любят. Его любят соперники, его любят судьи, его любят зрители, да. И он не сломался, не ушел, он начал продолжать выступать соло. Соло сейчас, вот я надеюсь, что у него появится еще партнерша в комби. И тоже стал чемпионом мира. В этом году его танцы были тоже просто невообразимы. Невообразимы. Особенно я наблюдала этот танец клоуна. Шикарный просто. Просто потрясающий. И, конечно, когда речь... В общем, ему аплодирует весь мир. И поэтому, когда стал вопрос о том, чтобы кого поставить спортсменам месяца, ну, наверное, здесь заслуга его почитателей во всем мире. Ну, там большой отрыв был. Это, конечно, большая заслуга Ивана, потому что он сам очень эмоциональный человек, интересный, очень приятно наблюдать за его танцами. И думаю, что в тандеме с тренерами все это у вас получается. Конечно, очень хотелось бы, чтобы наши регионы немножко подсуетились, чтобы было больше молодых спортсменов. Сейчас на турнирах мы видим, появляются... Они еще зелененькие такие, еще молоденькие. Вот очень Азия поднимается. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас... Пусть как реабилитацию танцевальную, потому что, ну, чтобы побольше шло людей в этот вид спорта. Тем более, что он... Ну, перспектива есть 2024 года. Будет введен. Да, будет введен в Паралимпийские игры. И хотелось бы туда войти с хорошей формой. Ну, вот давайте мы сейчас будем приглашать наших молодых спортсменов на танцпол, и будем учить их, и будем... Я думаю, что это очень интересный вид не только для того, чтобы выступать на международных соревнованиях, но и для себя просто как... Знаете, как сейчас ходят даже люди, которые на ногах ходят, просто для себя потанцевать. Я думаю, что если таким образом увлекать... Я вам хочу сказать, что это очень сильнейшее средство для реабилитации, потому что мы включаем тонкие группы мышц, которые в быту так просто не используются. И вот я вам хочу сказать, что в мире очень много ампутантов, которые садятся в коляску, выступают. Там же на категории делятся еще первая, вторая, от уровня физических возможностей. У нас ампутанты почему-то коляски боятся. В Мерседес садиться не боятся. А на коляску... Потому что коляски это не бытовые, а это специальные коляски для танца. Они очень облегченные, я смотрю. Да, они очень. По сравнению с обычными колясками они очень облегченные. Конечно, в мире есть более легкие варианты. Наши ребята танцуют на наших отечественных колясках. Заметила там наши киски. К нам обращаются, что у вас за коляски, можно ли достать. Но по весу они тяжелее, чем те коляски, которые есть в мире. Нам приходится все учитывать, потому что это такой вид, где индивидуальность очень... Если удается ее выразить, именно личную, внутреннюю индивидуальность, это очень большое значение и большой плюс для спортсмена. Кроме технических каких-то возможностей, еще раскрыть именно внутреннюю индивидуальность. Ну, вот на данный момент, я говорю, в этом году наша команда стала первой в мире, то есть по количеству золотых медалей нам признавали зрители, что мы уже выучили ваш гимн. Это хорошо, что нас знают, правильно? Да, так часто он играл, что мы уже его выучили. Сейчас в первую очередь они, если видят желто-блокытные костюмы, то они уже понимают, что Украина, и она есть, и знают гимн, и ценят нас, и уважают. Хотелось вас поблагодарить за интересную беседу, пожелать вашим спортсменам больших успехов, и вам в том числе, и чтобы наша страна все-таки всегда на пьедестале стояла и звучал гимн Украины. Спасибо вам большое. Спасибо большое.